Сегодня молодежь занимает активную гражданскую позицию. Они участвуют в общественной и политической жизни страны, принимают участие в выборах. Для того, чтобы еще больше повысить избирательную грамотность подрастающего поколения, при поддержке территориальной избирательной комиссии «Славенское» в сельскохозяйственном техникуме прошли выборы лидера студенческого самоуправления. Подробности в следующем материале выпуска. Регистрация избирателей, список кандидатов, бюллетени, урны для голосования. Все как на самых настоящих выборах. Только здесь выбирают не депутатов, а президента студенческого совета самоуправления сельскохозяйственного техникума. Процедура голосования ничем не отличается от обычной. Дети голосуют по документу, удостоверяющему личность. Имеются бюллетени, имеются списки. Все это приурочено к тому, чтобы избрать своего лидера учебного заведения. Прежде всего, это воспитание детей. Это для того, чтобы привлечь внимание к избирательному процессу. Для того, чтобы дети знали, что такое выборы, как проводятся выборы. Поэтому сегодня и избирательная комиссия из числа студентов, и секретарь, и председатель – все из числа студентов. Вот они сами сегодня проведут эти выборы и определят уже непосредственно победителя, или мы говорим, лидера учебного заведения. Со всей ответственностью к выборам подошли сами кандидаты. Их всего шесть. Они прошли весь агитационный период и предвыборную кампанию, в рамках которой рассказывали избирателям о своих планах и новых идеях в работе Совета студенческого самоуправления. Создавали группы поддержки, проводили встречи с избирателями. Я считаю себя лидером. В техникуме я себя хорошо зарекомендовала с первого курса. Поэтому думаю, что у меня получится. Хочу попробовать себя в чем-то новом. Я заинтересован непосредственно в том, чтобы студенты нашего техникума получали все самое лучшее и только самые призовые места во всех мероприятиях и во всех культурно-массовых и спортивных организациях и конкурсах. Студенты осознают, насколько важно участвовать в выборах и проголосовать за достойного кандидата на пост президента студенческого совета самоуправления. Ведь в дальнейшем именно он будет представлять интересы студентов в учебном году, участвовать в решении важных для техникума задач. Как признаются избиратели, выбор оказался тяжелым. Все кандидаты яркие и активные личности. У каждого из них новые и свежие идеи. Главным приоритетом и главной задачей, конечно же, это выбор соответствующего кандидата, который будет выбран на пост лидера студенческого совета самоуправления. И именно эти кандидаты, от них зависит работа студенческого совета самоуправления. Кандидаты все достойные. И каждый кандидат хороший в той или иной мере, грамотный в своих делах и в своих предпочтениях. Участие в голосовании еще раз подтверждает то, что выборы – это прежде всего технология демократического формирования власти. По итогам голосования победу одержал студент второго курса по специальности пожарная безопасность Дмитрий Царев. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин